читайте библию всем привет сегодня я бы хотел бы разобрать один мой трек с ип нигилист он называется ритуал призыва в этом деле мне поможет мой друг одну секунду в этом деле мне поможет мой друг иисус у которого скоро день рождения по моему либо сегодня либо завтра пасха девятого или восьмого и не помню короче неважно и вот эта замечательная книжка вот эта вот замечательная книга закон божий поможет нам разобраться для начала я наверно прочитаю вспомню текст этого трека из этого трека так для начала я вспомню сам текст поднимаясь из тумана на мне цепи на мне сети асик сносит сатана разлагаясь среди вас этот мир так плетит за спиной моя летит смерть танатос и реликт из глубин есть крыжаль она гласит всех убить скрешет ребер капли крови органы на алтаре города сгорят в огне голова аллаферн только смерть бога нет черта нет бога нет итак начнем с того начнем начнем сначала так туман что такое туман туман это туман это не просто погодное явление в этом треке именно символ некий символ символ скрытности а также он говорит нам о туманном альбионе туманный альбион это что-то скрытое что-то мистическое так же и именно эти строки говорят о нам нам о том что о некой скрытой сущности которая поднимается из этого тумана поднимаясь из тумана на мне цепи на мне сети цепи это некий атрибут мертвого человека может быть это так давайте давайте по-быстрому по-быстрому перезапишем один кусок не записался блять так начало а нам не цепи на мне сети цепи цепи это символ именно в этом треке отсылка опять же к туманному альбиону был такой кентривильское привидение рассказ написано в 1887 году и выпущен в лондонском журнале он такой ходил если помните был такой старый советский мультик где он ходил и гребел своими цепями как гребел и тем самым пугал свои жители этого замка это символ о том что человек это мертвый человек и сети сети могут быть на утопленники которого вытащили рыбаки из откуда угодно и своими сетями асикс носит сатана асикс модный бренд все мы любим модные бренды и все мы их носим так или иначе а это говорит нам о том что в любом из нас может жить зло сатана это по христианским канонам сторона которая определяет зло хотя в моем понимании может быть это не совсем так ну ладно это об этом другой раз но сама суть зло может быть жить другом в любом человеке абсолютно разлагаясь среди вас то есть это говорится о том что окружение зачастую буквально кричит деградации и человек находя находясь в этом сам он деградирует не развиваясь не расширяя свой кругозор он стоит на месте и разлагается поэтому это напоминание о том что нужно развиваться нужно не разлагаться как он разлагаясь среди вас среди этих этой биомассы так скажем среди этой массы а идти дальше этот мир так претит этот мир претит ему вот это все состояние происходящего вокруг на всей земле возможно поэтому он этот отторгает себя и дальше уже краски говорится о том что за спиной его летит смерть тонации реликт из глубин смерть но естественно это говорится о том что смерть центральная фигура которые которые от которой не убежать так или иначе она действительно существует и она настигнет каждого из нас это не божественная сущность и никакая не мистификация она действительно есть вот она единственная фигура которая стоит в центре всего и тут же опять же культ анатеса культ смерти реликт из глубин реликт из глубин это ну просто для красивого слова опять же это может быть какой-то какая-то мистическая форма может быть это ктулху лавкрафта может быть любое его существо мистическое и вот она вот это все бредет за нами вся эта тьма как все это я вижу на данном в данном треке в данном тексте и так началось на ладно неважно разлагаясь среди вас это означает что он среди этой биомассы среди толпы разлагается и это опять же любой из нас не развиваясь мы разлагаемся мы разлагаемся среди тех людей которые не хотят развиваться которые стоят на месте и только борьба самим собой внутренняя революция стремление к чему-то новому может может нас сделать другими и выбить нас из из этой толпы а так он на данный момент на данном этапе разлагается за его спиной смерть тантос и реликт из глубин о чем это говорит о том что все мы смертны всех нас конце нашей жизни ждет смерть естественно это очевидно но она следует за ним и она может достичь его в любой момент в любой в любом этапе его жизни сегодня завтра может быть через 20-30 лет может быть он будет из своей своей собственной смерти ну рано или поздно нас всех ждет смерть независимо от стас статуса и уровня общества реликт из глубин ну это некоторая такая отсылка мы же любим отсылки отсылка скорее к лавкрафту ктулху по его созданием вот этим мистическим дальше у нас уже идет библейская история есть крижаль слова есть крижаль на скрижали было 10 заповедей которые моисей показал всему еврейскому и христианскому миру дальнейшем на горе синаи все эти 10 заповедей я думаю не стоит даже перечислять всех все мы знаем наверное не знаем не важно ну тут дело в другом дальше я говорю о том что всех убить то есть это противоречие все эти 10 заповедей не соблюдается не священниками не представители церкви не представителями церкви не христиан и то есть это противоречие и даже сам бог не придерживается этих заповедей о чем будет дальше о чем будет сказано дальше скрежет ребер капли крови органы на алтаре в этих словах я хотел сказать первое это опять же отсылка отсылка мы обожаем отсылки скрежет ребер это я могу ошибиться но забудете вот кречетов который не сходил это краски его проект к этому и отсылка капли крови органы на алтаре это нам говорит о том что культ христиан центре культа христиан лежит жертвоприношение когда христос дает свою кровь бокал вина когда они едят его плоть это жертвоприношение когда он приносит себя в жертву и взлетает небесам как раз у спора у него день рождения с чем мы поздравляем а это и есть мы пожертвования он пожертвовал себя во благо своего народа во благо своих своих пасту в центре христианского культа лежит жертвоприношение города сгорят в огне здесь уже как раз таки речь идет о насилии которая которая которого сам сам бог придерживается это содом и гамора сейчас я как раз таки воспользуюсь книжкой и попробую попробую рассказать о чем речь сейчас а вот прежде так краски про заповеди немножко дополнил 10 заповедей или повелений которые бог дал своему народу точно указывает что должен делать человек и чего избегать если хочет любить бога и ближних вот и те заповеди самая главная заповедь которая считает это заповедь не убей не убей под убийством разумеется не только лишение жизни себя или кого-либо другого но и но если и допускаем других до убийства своим признаказанием советом помощью соглашать извиняя здесь еще такой старый старые старый язык знаете вот этой буковки и ибо твердые знаки с крестом воспрещается это заповеди также не обуздание своего гнева и оскорбление ближних всякими бранным словом заповедь это полив повелевает жить со всеми в мире и согласия также кротко обращаться с животными кротко обращаться с животными любите животных твари суки любите животных так а вот гибель содома и говоришь именно вот пару моментов именно бегство лота семейством своим из содома то есть вот который пытался договориться с господом пытался найти хотя бы несколько чистить чистый душ чтобы спасти эти города но в итоге все они такие были так злые извращены что не нашлось десяти праведных людей после этого были сожжены эти города с лица вообще стер так и спасли и спустились ангелы с небес чтобы спасти справе праведного вода они уже готовы были выломать дверь но ангела поразили слепотой и вывели лота с его семейством женой и двумя дочерьми за город они велели им бежать и не оглядываться назад чтобы не погибнуть это принципе мне кажется логично и тогда проли пролил господь на садом и гамору дождь из серы и огня и истребил этих города и всех людей в них и опустошил все место это так что в долине той где они были образовалась соленое озеро известное теперь под именем мертвое море которым не может жить ничего живое жена же лотова когда убегала из города оглянулась на оглянулась назад на садом и тотчас превратилась в соляной столб тотчас превратилась соляной столб это жена лота непосредственно тоже наверно правильная женщина и как бы даже бог ее не пожалел ну здесь это говорится о том что этим она показала так скажем этим она показала что жалеет оставленной греховной жизни вот далее города сгорят в огне голова аллафер непосредственно аллаферный сирийский полководец который вторгся в идею сирийский полководец дальше у нас сирийский полководец аллаферн который вторгся в иудею люди вошла к нему в доверие и как раз кида дальше нас у нас этот сюжет наверняка все его знают и видели эти картины микельанджело очень мелька микельанджело есть опять же такая картина где и див отрубает отрезает голову аллаферну кровавого убийства но она спасла спасла же людей от сирийцев но при этом опять реки крови текут и здесь у нас центре опять возвращаемся к тому что в центре фигура стоит только смерть только смерть окружает все эти события и в конце я заключаю о том что только смерть нет бога и нет черта только смерть бога нет черта нет бога нет а еще хотел бы опять сказать что отсылки 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 туманный альбион опять же гитаруиское привидение эта история была написана в 1887 году на ип ежет и есть также трек с названием письмо из зада письмо из зада это также названное письмо ласка по моему так сам ласк получил это письмо в будущий счет когда он работал в комитете бдительности в отчепл якобы от самого джека потрошителя как раз реки об этих же событиях тоже есть на ип поэтому если кому-то интересно можете послушать знакомиться с и по нигилист ну мне кажется это в принципе самый такой более менее успешный если если можно так сказать конечно альбом вот кстати может быть станешь мне пускать еще альбомы еще но может быть 20 альбомов не знаю как будет ли настроением с ребятами вроде хотим сейчас собраться и сделать новый проект не не знаю получится ли а еще хотел бы сказать читайте библию